Все друг другу, все друг другу, мы ей, она нам, третье еще, четвертое, и вот так вот все пошло, случайно, просто все случайно, мы приехали, мы кому-то там чего-то, какой-то кипиш тут начали устраивать, вот все, из-за этого все пошло, а специально никто ничего не делал, когда они собирались тогда это все рассказать, кому, когда, через неделю, через две, когда, если бы не было интернета, тогда что бы было? Да, они, конечно, пытались убедить, что интернет это, соответственно, ну все ложь, все это провокация, первое слово, это провокация, неверьте, это провокация, вас провоцируют, я говорю, извините меня, когда мы показали ему опять фотографию, и, значит, дежурный, говорит, ой, это, говорит, мальчишка из моей роты, я говорю, вы посмотрите следующих, то есть, что делали украинские хакеры, я не знаю как, то есть, они фотографировали военно-пленного, находили его страничку ВКонтакте, и вклеивали эту фотографию с подписью, что этот, например, такой-то, такой-то, такой-то находится в плену, то есть, каждая страница из десяти была взломана, и мы им показывали, они не верят, что это все, это фотошоп, они нам сказали, извините меня, брови своего сына я никогда ни с какого фотошопа не спутаю, не спутаю. Нам также они объяснили руководство, да, что это политические разборки, политические, но это нам совсем неинтересно, политические разборки, это или не политические все, все должны родителям сказать, что их ребенок воевал там, или не воевал, или будет живой он, или он не будет живой, вернется ли он домой, нас вообще никого, в принципе, здесь не интересуют политические разборки. Их отправили на учения. И почему они должны в политических некрасборках участвовать? Вообще это очень интересно. И случайностей никакой не может быть. Мы так все считаем. Это все не случайно. Вот так. Тут каждый может это подтвердить. Теперь новая информация. Новая информация появилась. Еще нашего вот обращения. Потом все их ребят сразу. А вашего сына, да? Это гражданки. Гражданки. Один только, да? А почему он гражданки? Тоже интересно, да? Я вчера и в полгода задавала вопрос. Вот почему он у гражданки? Мне сказали, их танк сгорел. А что танк сгорел? Значит, и одежда отгорела. Ну, можно обгорел одежду. Вот вы слышали своего сына. Вот он не такой в жизни? Нет. Во-первых, он избит весь. Ну, там война. Ладно, я понимаю. И он просит родителей, помогите нам отсюда выбраться. Мы не хотим стрелять ни в кого. Но я собралась ехать. Мы вот с мужем, мы уже на колесах сейчас. Мы не знаем, куда ехать. Я сейчас иду из комитета солдатских матерей. Там никакой информации. Поезжайте в Ростов. Мы вам дорогой, там координаты Ростовского скинем комитета солдатских матерей. Я не знаю, куда ехать. Я сейчас поеду, но я не знаю, куда. Вам не надо ехать. Никуда не надо. Раз они брошут по помощи, значит, мы родители. А если украинская сторона вас позовет в Киев забирать, где вы поедете? Да, мы не поедем. Если наше правительство не будет ничего делать, конечно, мы поедем. Палки в колеса совать, конечно, если не будут, то, естественно, все матери поедут. Мы уже сегодня предлагали, что нужно собрать отсюда автобус и поехать. Но я уже говорила, что тогда нужно знать, где их взять и кто нам их выдаст. Их выдаст. Да, точный адрес прибытия и где их взять, кто нам их выдаст. Все, нас больше ничего не интересует. Нас не интересует. Да, и еще. Кто нас будет сопровождать? Потому что нас могут просто где-нибудь остановить и развернуть. Либо это Красный Крест, либо военный какой-то патруль, либо милиция. То есть наша доблестная... Кто-то должен сопровождать этот автобус. А вот раненые, не было озвучено... Раненые выходили на связь со своими родственниками? Озвучено не было. Не было. Озвучено нет. Даже с ними связи нет. Я еще раз повторюсь, я же говорила, что даже те, кто живые, их нет ни в мертвых, ни в живых, ни в пленных. От них известия никакого нет. То есть, о их местонахождении никто не знает. Видите, стихропавших. И даже, вот я думаю, что просто люди боятся, боятся, жены боятся какую-либо информацию выдать, даже если им звонят. Ихни мужья или друзья, сыновья. Они боятся, потому что информацию такую, наверное, нельзя давать. Просто звонить им точно оттуда нельзя, потому что нет у них телефонов. У них официально нет телефонов. Значит, они как-то их прячут и какую-то информацию дают, потому что такая информация, которая идет, то, что палец оторван и нога раздроблена, это идет уже подпольно, так скажем, звонят подпольно родителям. Сегодня ночью один из пленных, это мой Егор, Егор Почтуев, вышел на связь, наверное, и в украинских военных есть тоже душевные люди и сострадающие. Он позвонил не мне, он позвонил снохе ночью. И было всего сказано несколько слов, что спасите и помогите нам отсюда выбраться. Это только те слова, то есть, может быть, дали ему одну минуту, потому что, думаю, что дорого это все. Кто-нибудь приходил, там, звонил вам из Украины, и, может быть, они говорили о том, что они хотят, чтобы была пресс-конференция. Нет, 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 значит, была информация, написано, что приезжайте, забирайте своих детей, так? Но опять это в интернете? Да, потом были ссылки на то, что, где их можно забрать, так, адрес, и были телефоны, по которым мы можем связаться с теми, кто нам их выдаст. Но это, опять же, неподтвержденная информация, это интернет, и кто ее писал, мы не знаем. Но от наших вооруженных сил еще ничего не было. Если бы нас закидали вооруженные силы такой информации, наверное, бы мы этому поверили и были бы рады. А информация, вы сказали, 386 человек. Ну, примерно, это примерно, я просто, ну, не владею такой конкретный вопрос. Это те, которые кушат были в этой колонне, или что это за число? Ну, это полный эшелон. Это полный эшелон, да, что... А примерно все говорили 400-400, а потом, значит, что-то говорит, что 300-380 что-то человек. Это эшелон, да, это что-то человек. Эшелон, который пошел из кострана. Да, из кострана. Их ушло три таких эшелона. То есть в одном где-то от 300 до 400. А, три эшелона. И да, и вчера была информация, да, сказана, что готовится четвертое эшелон. Даже при таком условии, какие есть сейчас, готовится еще один эшелон. И пусть они об этом знают, что мы тоже это знаем. Почему они вообще поехали на войну? А, они не на войну поехали. Учения. У них были объявлены тактические учения в Ростовской области. Такие же проходили недавно буквально в Тамбовской области. То есть на определенном полигоне. Это тактические учения. Это нормально? Это нормально. Да, никто от этого не отказывался. Они не знают, что они ехали. А, и арктические учения были. Реально на учения они ехали? Но если четверо отказались, они думали, что это не учения. Да, это просто какой-то догадки. Да, это догадки. И что-то такое у них сыграло, что это не просто учения. Вот так и получили.